Друзья, всем привет! Это Кулинар для мужчин, я Алексей Пестов. Сегодня мы будем с вами готовить жареную форель. Мы ее просто пожарим с вами на сковородке и подадим с пюре, приготовленное из зеленого горошка. Очень простой рецепт, времени требует немного, поэтому давайте приступим к готовке. Нам понадобится кусок форели, 400 грамм зеленого горошка, сливки 20% миллилитров, наверное 60, кусок сливочного масла, 3 зубчика чеснока, оливковое масло, соль, черный перец. Ну и для подачи я буду использовать зелень укропа, зеленый лук и лимон. Для начала подготовим форель. Форель необходимо остудить до комнатной температуры и срезать вот эти вот части. Здесь надрез нормальный, поэтому оставляем как есть. Далее, чтобы у нас кожица прожарилась хорошо, сгибаем кусок рыбы вот таким образом и делаем несколько надрезов по коже. Подготовленную рыбу переместим на тарелку, добавим немного крупной соли, черный перец, в объем соли перец в рыбу и просолим то же самое с другой стороны, стараясь чтобы в разрезы попали специи. Рыбу в таком виде уберем просолиться и напитаться ароматом черного перца минут на 10. Пока наш форель просаливается, быстренько приготовим пюре зеленого горошка. Устанавливаем кастрюльку на огонь и пока она нагревается, два из трех зубчиков чеснока, вот так вот расплющим рукой. Отправим чеснок в кастрюлю, добавим немного оливкового масла. Обжарим на оливковом масле чеснок, чтобы он напитал масло своим ароматом. Да, вот достаточно. Отправим туда зеленый горошек, перемешаем. Обжарим его где-то секунд, наверное 20-30. Зальем подготовленным кипятком. Воды много не льем, наливаем вровень горошка, чтобы было воды. Соль, пару щепоток. Убавим огонь и потушим наш горошек минутку, может быть две. Две минуты прошло, убираем горошек с огня. Вылавливаем чеснок, можно в принципе этого не делать. Пюре получится с легкой такой чесночной ноткой, но я решил в этот раз убрать. Пока горошек горячий, отправим в него кусок сливочного масла и подождем пока оно у нас растает. Как только масло растаяло, перерываем теперь горошек погружным блендером. Подливаем немного сливок и сливками регулируем, требуя консистенцию нашего пюре. Наше гороховое пюре готово, получилось таким нежным и очень ароматным. Подготовим лимон и зелень для подачи. От лимона отрежем дольку, срежем боковые части и вырежем вот эту белую сердцевинку. Вот в таком виде лимон будет подаваться к готовой рыбе. Лук нарежем вот такими перышками, они очень хорошо будут смотреться как на рыбе, так и на зеленом горошке. Так, немножко наискосок надрезаем, этого будет достаточно. Укроп очень мелко нарезаем. Чеснок при подаче не будет принимать участие, но мы его тоже вот так расплющим, добавим его в процессе жарки рыбы. У нас все готово для подачи и теперь можно приступить к обжариванию нашей форели. Сковородку устанавливаем на огонь и хорошенько ее нагреваем. Масло сразу не льем, иначе оно у нас горит. Сковорода нагрелась, сразу убавим с девятки на семерку огонь. Нальем пару ложек оливкового масла и выложим рыбу кожей вниз. Придавим рыбу лопаткой, нам необходимо получить запеченную румяную корочку. Будем обжаривать кусок форели с одной стороны минуту, наверное, 3-4. Посмотрите, буквально через 2 минуты корочка снизу у нас уже зарумянилась. И где-то на одну треть кусок рыбы побелел. Нам уже самое время его переворачивать, дадим еще секунд 30-40 и будем жарить рыбу с другой стороны. Рыба с одной стороны у нас обжарилась. Смотрите, какая красивая румяная корочка получилась. Перевернем ее и будем жарить не более полторы-двух минут. Сразу добавим чеснок, чтобы придать аромат. Можно тимьян, можно розмарин. Распустим масло. Затем немножко наклоним в сковородку и польем рыбу маслом. Отключаем огонь. Переворачиваем форель кожи вниз и убираем сразу в сковороду с огня. Рыбу мы пожарили, теперь займемся оформлением подачи. Выложим немного горохового пюре. И потом сделаем вот такие, наверное, красивые кляксы. В серединку выложим рыбу, лимон, зеленый лучок. И немножко укропа. Наша жареная форель и пюре зеленого горошка готовы. Теперь можно его подавать к столу. Получилась вот такая вот красотень. Рыба запеклась, внутри осталась сочная. Здесь самое главное ее не пережарить. Блюдо готовится очень быстро. У меня где-то с учетом того, что я снимал видеоролик, ушло минут 20. Поэтому обязательно готовьте. Получайте удовольствие. Делитесь рецептом с друзьями. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а всем желаю приятного аппетита, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok